Джем из краснодарских абрикосов, мука из кореновской пшеницы, так и получаются плотнировские слойки. Полностью кубанский продукт делают в одноименной станице на небольшой семейной пекарне. Муж, глава хозяйства, жена заведующая производством, сын и дочки тоже у конвейера. При необходимости на этой ленте могут получать до 150 килограммов хлебных и кондитерских изделий в час. За несколько минут конвейер настраивается на выпуск другой продукции. На данный момент мы изготавливаем слойку с абрикосовым джемом и производить здесь можно то, что касается опций. У нас, наверное, присутствуют пять опций, потом круассан. И мы можем производить, наверное, более 15 номинований здесь, слоеных. Современные технологии здесь уживаются с традиционными рецептами. Хлеб делают на закваске, он получается ароматным и хранится дольше. Всю производственную линию показывают губернатору. Вениамин Кондратьев заехал в станичную пекарню по пути в Кореновск. Несмотря на небольшие масштабы, здесь сумели наладить полный цикл производства. Муку для продукции получают из собственной пшеницы. Своё производство, то есть замкнутые цирки улочные производства. От поля до привалка. Вот это очень уникально, что на самом деле сегодня то, что вы называете замкнутым производством, очень сильно влияет и на себе стоимость хлебопулочных изделий. А это и есть то конкурентное преимущество, о котором сегодня мы говорим, но многие его теряют. И вот здесь очень важно посмотреть на ваш опыт. Как сделать так, чтобы на самом деле максимальная добавленная стоимость оставалась у того, кто выращивает изначально остырьё, в данном случае пшеницу. И это уже совсем другая прибыль, совсем другие деньги. Объект, который губернатор не мог не посетить, находясь в Кореновском районе. Акушерско-гинекологический корпус центральной районы больницы. Из-за недобросовестного подрядчика сроки сдачи неоднократно переносили. Сегодня на строительной площадке активно ведутся работы. Внеамин Кондратьев интересуется у застройщика, когда медицинское учреждение сможет принять пациентов. Мы уже делаем второй или третий подход к снаряду, как говорится. Поэтому сегодня важно понимать, как хорошо мы делаем, а когда у нас будет результат. А результат будет тогда, когда мы перережем ленточку. Открытие данного лечебного медицинского учреждения. Так вот у нас по срокам. Когда вы планируете его сдать? Если мы уберём всю лирику, оставим только конкретный результат. В сухом остатке. Февраль месяц 22-го года. Какие могут быть угрозы того, что мы это не сделаем? На сегодняшний день угроз таких не существует. 22-го числа проводилось обследование технического состояния объекта. Результаты обследования говорят, что на объекте работы производить возможно в полном объеме. Однако из-за задержки сроков проект удалось перепрофилировать. На первом этаже корпуса разместится женская консультация. Также появятся перинатальные центры и детская поликлиника. Новый корпус центральной районы больницы значительно разгрузит ближайшие медучреждения муниципалитета. Давайте то, что проговорили, мы реализуем возможность перепрофилирования с точки зрения уже не просто перинатальные центры. Это женская консультация, детская поликлиника, перинатальный центр. Это на самом деле высокотехнологичный медицинский комплекс, который позволит нам уверенно сегодня во многом решать проблемы материнства и детства. А мы примерно уже подготовили, Венимир Иванович. Мы же уже знаем о планировке к площади. Не останавливаясь эти оборудования. Не останавливаясь. И даже вот мы сейчас уже со строителями проговорили оборудование, которое мы будем в рамках покупать. Мы уже его согласуем, чтобы оно было, опять же, взаимозаменяемо и возможность его было использовать так и для детей, так и для взрослых. Во время отъезда губернатору показали городской парк, который недавно преобразился. Здесь появились новые набережные аттракционы. Глава региона прошел по главной аллее и пообщался с задыхающими. Несмотря на будний день, в парке их оказалось много. Главное, общественное пространство города в будущем ждут обновления. Половину парка реконструировали, а еще половина останутся. У вас проект есть? Да. С экспертизой? Полностью уже. Полный. Совершенный, совершенный. Совершенный. Конечно, надо делать. Мы вопрос финансирования возьмем по городской среде абсолютно на себя вместе с вами и учителям Креновска. Дадим еще большую возможность наслаждаться таким парком. А им можно наслаждаться. Задача сегодня, коллеги власти, это создание условий для развития экономики, бизнеса и создать условия для отдыха. Две составляющие у человека комфортного ощущения жизни. И вот сегодня экономикой мы занимаемся, но не надо забывать и там, где люди отдыхают. Отдыхают, конечно, они там, где есть зеленые зоны, где парки. Я считаю, Креновцам повезло. И очень бы хотелось, что во всех, пусть хотя бы районных центрах, где городские, будут такие парки. Строительство социальных объектов, появление новых производств и благоустройство городской среды. Это в том числе влияет на показатели экономики всего муниципалитета. О перспективах развития территории Вениамин Кондратьев говорил уже на встрече с местными жителями. За последние пять лет сделан резкий скачок. В прошлом году Кореновский район впервые переместился в группу территорий со средним уровнем развития, заняв 14 место в крае. И здесь губернатор уверен, все дело в людях, которые нашли свое дело. Именно они создают экономику не только района, но и всей Кубани. Вот люди, я все так говорю, это основа, наверное, всего, в том числе и основа экономики, и развития жизни в целом. Либо нет. Сегодня мы были, вот Павленко, предприниматель, фермер, вот были у него, ну, душа радуется на самом деле, потому что многие плачут, а он делает. И вот если посмотреть, в целом, из чего экономика складывается, любого района, вот из таких Павленко. И каждый из нас тоже самое, может для себя найти ту маленькую нишу, на которую нужно залезть со своей маленькой, пока продукция, а потом, может быть, уже начиная с маленького, превратиться в большого. И занять определенную часть рынка, либо краевого, либо российского. Западные санкции дали зеленый свет развитию сельского хозяйства региона. Освободились рыночные ниши, которые ранее фермеры не могли просто так занять. В Кореновском районе работает более 200 фермерских хозяйств и 40 предприятий. Развита большая часть направлений от животноводства до садоводства. Муниципалитет показывает стабильный рост в отрасли. Однако, есть куда еще стремиться. Кореновский район очень активно участвует в программе развития семеноводства. И здесь три предприятия сегодня являются, наверное, флагманами в крае по производству семян, как масличных, так и зерновых. Это одно из направлений, которое сегодня является, наверное, в растеневодстве, именно в зерновом растеневодстве флагманом для Кореновского района. Мы знаем, что семена сегодня востребованы, особенно кубанской селекции, востребованы на всей территории края и за ее пределами. И стоимость произведенной продукции в десятки раз выше, чем обычно произведенной товарной. Для губернатора края такие поездки в район – это возможность напрямую пообщаться с жителями и узнать, что действительно волнует людей в том или ином муниципалитете. Главы региона сегодня обращались с разными вопросами. От сверы ЖКХ до благоустройства. Где-то попросили отремонтировать дорогу, а где-то подняли проблемы газификации. Жителей также волнует и то, что они не могут свободно подъехать к реке, где привыкли рыбачить. Едешь на рыбалку, и там полетел выгоняют с водоема, не дают ловить, либо машину негде поставить. Что касаемо подъезда к водоему, сегодня запрещено подъезжать к урезу воды на автомобиле. Это запрещено правилами экологии. Я все-таки думаю, что здесь, знаете, мы можем бесконечно ссылаться на норму, федеральную норму, краевую норму, даже муниципальную норму. Но любая норма должна быть для людей, для жизни. Она должна быть в интересах людей, а не вопреки. Вот я не совсем понимаю эту норму, что на машине нельзя подъехать к реке. А где ее оставить-то? Вот я, выросший в сельской местности, не понимаю, как можно было не подъехать к реке. Разумный человек подъедет разумно. 5-10 метров. Но подъехать можно. Тогда предметно разберитесь, о чем он сказал. Предметно. И только мне доложите. Встреча с местными жителями продолжалась 4 часа. В целом, Вениамин Кондратьев отметил увеличение социально-экономических показателей муниципалитета. Однако губернатор еще раз напомнил. Высокие результаты, в первую очередь, должны отражаться на качестве жизни в Кореновском районе.